Дорогие друзья, мы начинаем нашу торжественную церемонию. Народа собралось очень много. Пусть попел, не могу увидеть Алексей Круглежимаев. Я хотела бы попросить президента. А можете со столичком, Алексей? У вас стуча есть какой-то другой? Нет, ну просто обязательно. Просто сумма уюта классно. Я пошел. Дорогие друзья, сегодня 13 число, 13 апреля. Ну, в общем, это такое число, которое все-таки всем должно вести. Хотя бы потому, что мы сегодня здесь собрались в этом удивительном зале. Он огромен. Он почти как Красная площадь. Но только здесь не дует, потому что все перекрыто. Здесь мы видим удивительные произведения искусства. И мы с вами видим, что здесь собрались поэты, прозаики, художники, музыканты. Так что, как бы, этот зал и создан для таких встреч. Наша сегодняшняя встреча связана с выходом альмонаха «Словестность для тысячи семьи». Это альмонах долго, как бы, тщательно отбирались материалами. Я хочу познакомиться с революционным советом. Прежде всего, это Юрий Витальевич Мамлевев, председатель сектора и физического реализма. Это Дмитрий Цезинчук, сопредседатель Союза литераторов России. Я Ниндавыдова, координатор Союза литераторов. В их редакционном совете была очень много сделана для выхода этой книги Тамара Николаевна Мурмак-Жемайла. К сожалению, Тамара Николаевна через три месяца после смерти Ростраковича ушла из жизни лет 2007 года. И мы посвятили весь альмонах, вы потом увидите, альмонах посвящается памяти Тамары Николаевны Мурмак-Жемайловны. И сегодня в президиуме мы можем видеть ее сына Алексея Мурмак-Жемайловна. Известного президента, который редко бывает в России, он работает за рубежом, но вот так получилось, что сегодня он смог бы быть на презентации. Вы видите, что книга очень красивая, великолепная обложка, замечательная бумага, когда вы потом полистаете. И этим мы обязаны творческим мастерским, который подвластил Зурабу Константиновичу Церотели. Мы благодарим вас за это замечательное издание. Это наш с вами второй опыт. Два года назад вы помогли нам издать еще один альмонах вектор творчества «Жизнь как контракт». Так что мы чрезвычайно благодарны вам как серьезному, глубокому и замечательному леценату. Спасибо. Но, вы знаете, несмотря ни на что, эта книга никогда бы не вышла, если бы не удивительная и замечательная женщина, которая никогда не подходит к президенту, сколько бы мы ее не просили. Она не дала нам свой материал. Вот этот альмонах, хотя мы очень хотели. Это Елена Зурабовна Церетели. Елена Зурабовна Церетели. Она нам помогала всячески. И с обложкой, и с выходом этого альмонаха, и вот с этой презентацией. И я хочу сказать, что это совершенно удивительный творческий человек. И очень хотелось бы пожелать, чтобы она не забывала и о своем творчестве. Тоже помогаю очень и очень многим. Спасибо большое. Вы знаете, поскольку в обложке мы видим замечательную скульптуру Зураба Константиновича Мостроповича, уходящей в бессмертие, то мне хотелось бы вот этот вечер начать примерно так же. У нас сегодня в гостях фонд, международный благотворительный фонд Владимира Спивакова. И у нас сегодня в гостях удивительная женщина. Это Роза Геворгян. Учителька международного фонда Спивакова. Вы знаете, она сделала очень много. Например, когда Тамара Николаевна умерла, то она позвонила нам и сказала, а вот остался большой архив для Роза Геворгян. Он представляет невероятную ценность. Хорошо бы что-то сделать, чтобы его в хорошие руки отдать. Вот у нее душа болела за свое, за архив Тамары Николаевны. И тут же мы подсоединили исследователя Андрея Белого, членов Союза литераторов, человека, который очень много делает для Союза литераторов. Это Сергей Воронин. Сергей, показался бы. Сергей Воронин. Благодаря соотношительным стараниям Сергея Воронина и Розы Геворгян удалось отдать архив... А куда его передали, Роза? В музей Клинки. И мы начнем сегодня с вялой чилиста. У нас сегодня в гостях Тигран Муратян. Лауреант международных и республиканских конкурсов. Здесь так много, что пока Тигран будет подходить. Я как раз успею прочитать его титулы. Обладатель титулов музыкант мира ЮНЕСКО 1999 года. Погражден золотой медали «Честь и польза» Международного благотворительного фонда Мецената Сталетия Степендиар, Международного благотворительного фонда Владимира Стивакова, Фонда русского исполнительства искусства, Международного фонда Ильича Туряна, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО 2002 году. Погражден диплом за настойчивость в достижении цели. В 2007 году Тигран Муратян, пауреант международного конкурса камерных ансамблей имени Гайдамовича и международного конкурса камерных ансамблей имени Рубинштейна Тигран Муратян. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, Тигран, представитель обзора, любитель биолончели, как и Ветер Ростракович. Сегодня он использует для вас произведение, которое специально написано для Вячеслава Ростраковича, испанский биолончелистом, Гаспар Гасадер. И это произведение звучит для биолончелистого, без аккомпании «Мир». И сегодня отдутся Дмитрий Дмитриевич Чистакович, который тоже из какой-то из всех великих наших людей, с кем была связана судьба Тамара Николаевна. Гаспар Гасадер. Все это судьба для колончели. Тигран Муратян. Вход Владимировский вагон. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯestic Broadway СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОней Из истории городословного романа «Лев на башне» Готовцева в «Истории России». Я хочу, что вы скажете по словам. С какого века здесь? А, об этом надо сказать. Если это интересно, то вам нужно коротко рассказать. Значит, в конце 2015 века случилось так, что когда-то Веничий снящ Василий Васильевич, который будет поздно в ротном тёмном, попал в плен в артынцев. И артынцы, узнав, что он потом, Дмитрий Томсков, еще и Готовского, с другой стороны, решили, что за него можно взять оружие, если послать на русину целый отряд. И получилось так, что один из волос, который поехал собирать в здание, по приглашению Василия Васильевича, перешел в его сторону, стал его воеволенцем, крестился на ревский троп. А затем у него родился сын Василий, который быстро освоил от руководства царства, в руководстве, как гнестрильное. И по лифте Иван Третий за это дал плавлющик артовец. И вот отсюда пошла с Амилией Васильевича, которая участвовала в Северо-Коле. И среди них были как раз две паритесы Ивана Ивана Васильевича. Ивана Ивана Васильевича, которая участвовала в Северо-Коле, ивана Ивана Васильевича. И ее премиадиста, более известная, премиадиста, это Юлия Валерианна Атольевна. Вот такая вот интересная история. И здесь как раз все посвящено именно этим двум предетам. И я их назвал по своему, не знаю, там предетам никто, поэтому я считаю, что это нормально, меня простят. Амазон тут прекрасно, потому что здесь есть там все. Спасибо. Это очень интересно. Большое спасибо. Но вы вошли в историю, как и все мы. Хочу вам представить живое телевидение, которое тихо сидит у нас в красивой желтой маечке. Артем Каверин, человек из питерской команды. Он не может встать, он работает. Давайте ему поаплодируем. Мне бы хотелось, чтобы сейчас прозвучали стихи и еще наши авторы. Это авторы нашего альманата. Татьяна Пацаева, Наталья Ланхан и Игорь Иогонсон. Кто ближе? Татьяна Пацаева пришла с переломом руки. Ну алия. Они же потом не забыть расписаться в книгу. Тлеющих яблок, запах не пен, ловит из сердца в сентября. На суперструнах путия играют омзиный ламажор, благодарение вселенной. Жарко, и тепло, и холодно немного. Сиренева и Аска, как звезды у Пару Вольфа. Спасибо. Простите, что Батьяна Пасаевна в двух книгах. Наталья Ванхана. Готовится Игорь Агансон. Он и поэт, и скульпт. Все он видит, какая у него галерея, сколько ковшек теперь там живет. Наталья Ванхана. Уравнение любви. А весна приходит, сколько ни живи. На асфальте уравнение любви. Пишут Вера плюс Валера. Вновь и вновь. В результате получается любовь. Все додумаем, настанет наш черед. Все стараемся, спираемся в поход. Все корабль снаряжаем при луне. Что-то делим, умножаем, три в уме. А в итоге получаются друзья. Минус Саша, минус Маша, минус я. Наталья Ванхана. Расписывается в круг книгах Альманаха. Я напомню, одна пойдет в галерею Зураба Церетели. Вторая в библиотеку Союза литераторов. Игорь Абонцов. Гордо. Напугали. Давай скорее поменьше, а то народ уже устал отрыхать. Меня почему-то всегда приберегают под самый конец, чтобы все в ужас пришли и разбежали. Ну, я даже не знаю, честно говоря. Вообще, я человек довольно протестная фигура такая. И немножко всегда праздник напрягаю. Ну, могу, так сказать, и лето, или могу более благополучно какую-то вещь прочесть. Ладно, не буду пугать, да? Не пугать. Просто попугать, ладно. Тогда сам я не буду в настроении. Поскольку вот замечательные друзья мои музыканты играли в акту и так далее. Так, читаю. А музыка играла так близко, от нее. Но только вот не знала, какая, е-мое. Музыка боевая. Ну, что играю? Что? То ли звонок в трамвай, то ли гудок. Авто и так и не узнала, за что, помил и Бог. Ее родную сняла, да, вантером под Бог. И то, и вот лежит уж тихо на каменной киралетке. И все звучит музыка в разбитой голове. И так досталось даме, что не узнаешь, чем. Двора виды задания хотела бы на конце. И слушала бы бал, все было бы за льбу. А так лишь горстка права. Поплачут, сожгут. И бьют, деля квартиру, все трое сновей. И трель несет по миру ментовские соловеи. Ведь бьют по-русски, дико. И на руках в кроли наручную музыку. Такая садия. Спасибо. Ну, по-русски. Ладно, я вам три сгуща. Пожалуйста. Гоню на разрядке философское стихотворение, на навеянное Зурабом. Потому что мы, как современные художники, мы ему большое спасибо несем. Я, потому что представлялся, как художник, не раз у него в галерее. И как-то вот общая атмосфера такая, которая продиктовала мне этот экспром. Маленькая лажь, но большой лажь. Чем-то связанное. Коли слепой. Обитающий в почвенном слое. Тело дерева полугнилое. С пробегающей лима тропой. Из времен настоящих былое. Кто-то плод селил нежилое. Пропещи, прочелик и пропой. С тщетным слухом остряю тупой. Через выпуклое стеклое. Муравиной любую толку. Все. Читать я не буду. Я протестный человек. Игорь, тебя можно слушать долго, много, там и скоро. Спасибо тебе. Игорь предоставляет нам возможность поступать из себя в галереи. Еще у нас есть один раздел. Это не шуточная страница. Это люди, которые пишут стихи веселые. Олег Солданов. Владимир Шилов. Игорь Харичев и Александр Петрович Сынов. Александр. Печатается много. Закончил несколько институтов. Все мало. Пишут из стихи и прозы. Игорь Харичев и Александр Петрович Сынов. Так раздел не шуточная страница. Опять же маленькая. Маленькая. Игорь Харичев и Александр Петрович Сынов. Россиюшка, Россия, святая мать моя, лишь Бог тебе заступит. Лишь Бог тебе, как судье. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Много басов написал. Издавая мучка. Владимир Шилов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Господа, вот он на нежуточной странице, но он такие издает. Потрясающие словари. Музыгальные. Вообще начальник. Я просто хотел сказать, что я счастлив, и зачастую очень смешную судьбу. Называется смысл жизни. В чем в жизни смысл? Нажить на смерть. И на грех, в последний раз вдохнувших, Понятен. В жизни смысл. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Игорь Харичев. Нешуточная страница. Вообще я его не вижу. Не было его, да? Это удивительно. Он вообще кролика воспитывает, возможно. Поэтому не задержался. Александр Петрович Сыров-Кошуфонцкий. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Реставратор. Это самое интересное. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот нешуточная страница. Он в 13-й идёт, мы поймем поперёд. Исказывается. АПЛОДИСМЕНТЫ И последний раздел, который мы представляем, представляет Арсен Мехтонян. В раздел воспоминания о Леониде Кубанове. Наталья Шмелькова. А у меня, как у России, всё впереди, всё впереди. Москва 75-го. В коммунальной квартире художника Сергея Боргачёва на Маломещанской. Скопище народов. Дым коровыслов. Непрерывно кнопает входная дверь. Наберяется телефон. Звонки лай собаки заглушают возбуждённые голоса собравшихся. Неизвестного мне поэта, если прочитать свои стихи. Он ходит не среди на комнаты, не высокий, коренастый, гладно скроенный, в старинком свитере. Лицо бледное, скуластое. Высокий лоб прикрывает мальчишеская чёлка. Глаза серые, сияют. Кто это? Спрашиваю я, шёпотом знакомого художника. Да это же губано, что не слышно в огне. Так началось наше знакомство длиною почти в 10 лет. Юрий Мабриев. Поэзия «Священного безумия». Из предисловий книги стихов Храницы Кубанова я срослал к музе на галерах. Но почему же всё-таки почти все его своеменники не от информистского искусства и просто вошли в русскую культуру, и их имена можно найти в выцепленных участников изданий, а его имени нет? А ведь Губанов был очень точно талантлив. Недарок есть мнение, что он лучший русский поэт второй половины 20-го века. Его поэзия абсолютно самоопытно неповторима. Он первичен, он создал собственный уникальный поэтический мир. Итак, почему? Ответ заключён в его личности, в его характер. Губанов был абсолютно уникальный парнистом, он ненавидел всеческие компромиссы. Ему предлагали публиковаться с Рокежом, а он отказывался. Сначала на родине, потом в штаб. Умер он очень рано, потому что 37 лет. На последующей середине стихов лежал отпечаток его личности неуёмный, взрывной и вышабашный. И трудно представить его живым в мире голого чистого. Дорогие друзья, мы закончили обзор «Альманаха» с ловесной с 97. Я хочу вам показать новую газету, которая начинается с поздравления Юрия Витальевича Мамлеева с ордиком дружбы и беседу, которую я записала с Юрия Витальевичем. Мне хотелось бы, чтобы Юрий Витальевич в конце что-нибудь нам сказал, а если у вас есть вопросы, вот спросили. Юрий Витальевич Мамлеев. Я хотел бы просто, здесь мы заканчиваем, я хочу просто напомнить, что о серебряном веке Юрия Витальевича Мамлах, в основном теоретический, все время вызвал у меня воспоминания о великом и серебряном веке, о веке русских гений, которые создали уникальную литературу серебряного века, прославив его Россию везде. И я хотел бы обратить внимание на то, что серебряный век, это был не только век искусства, это был век начала русской религиозной классовки, началом тенденции, когда эти все люди, творившие серебряный век, хотели творить не только искусство, но и жизнь. Они хотели, мечтали о богочеловечестве, как это странно звучит, по пороге кровавого 20 века, было с его безумием, безумием везде, везде, во всем мире, друг, мечты о богочеловечестве. И, по-моему, создание этого духовного человечества для людей серебряного века было искусство, было великое русское искусство. Сейчас этот процесс прервался, потому что была советская власть, искусство играло искусственно-политическую роль, а сейчас мы на территории Путии. Сейчас неизвестно, что творится, западом, и в полу-руссадам, и трудно сказать, будет искусство вообще существовать как центральное явление мира. Но я надеюсь, что, по крайней мере, эта мировая интервенция не коснется России. И постепенно Россия опять становится, будет великой страной духа, возродится Россия духа. Спасибо большое. Спасибо, господин. Есть ли вопросы? Юрий Витальевич, возможность побеседовать это большая легкость. Мы рады видеть Юрия Витальевича и его жену Александрова. Много лет мы встретили и в эмиграции, и вернулись сюда, просили, и мы рады, что вы приехали сегодня сюда в этот замечательный зал. Еще раз хочется поблагодарить Зурабу Константиновичу Церетели, и Ирину Зурабову Церетели за возможность создания этой книжки. Если вы хотите получить книжку династии Романова, пожалуйста, подходите.